Здравствуйте, товарищи. Я прошу прощения. Город перекрыт, поэтому опоздал несколько. Значит, эти две книги, они посвящены одной теме. Речь идет о кольце, которое якобы дьявол подарил когда-то Иуде за предательство Христа. Хотя в этих же книгах ставится вопрос о том, а было ли предательство Христа Иудой. Его предательство подразумевает выдачу чего-то такого, о чем никто не знает, выдачу какого-то секрета. Вместе с тем, то, что Христос ходил со своими учениками в Иерусалим, все видели. То, где он находится, где он гуляет, в Иерусалиманском саду с учениками, тоже все знали. Проповеди свои он вел не конспиративно, а открыто. Чудеса свои он тоже производил совершенно открыто. Поэтому в чем роль Иуды? Это, кстати, большой вопрос. Ну, в Евангелии от Иуды, которая сейчас вроде бы и признают как действительно существующий документ, там объясняется это совсем другим, что это не предательство, а это способ освобождения Христа от человеческой оболочки. И Иуда, выполняя его же просьбу, вот его отдал в руки, ну, даже не римлян, а в руки Синедриона, иудейского. Ну, понятно, что никакого персня там не было, не фигурировало. Но в результате получилось так, что вот идея моего соавтора по первой книге мне показалась интересной. Эта книга была переработана в соответствии с моими представлениями по том, какой она должна быть, и в соавторстве издана. Вторая книга, там уже нет никаких ни идей, ни, кроме идей самого песни, ни текстов моего соавтора. Поэтому она написана единолично. И идея этого персня в том, что персень приносит облегчение своему владельцу, успокаивает его, способствует его возвышению, способствует его обогащению, потом требует от него пытательства, и потом наступает расплата в мучительная смерть. Вот идея этих двух. Будет ли продолжение в этой большой серии, которая создана ровно в своих книгах? Ну, думаю, что будет. Будет третья часть также в этом перснях? Ну, в принципе, ее можно писать, там неохваченными еще осталось много веков, поэтому можно писать еще 10 книг, наверное, по Дудакбетскому, по его путешествия, по миру между разными людьми. Хотя я его, думаю, уложить вклад, где он пролежит несколько сотен лет, пока что есть такой замысел. Но оставшиеся отрезки, они будут, конечно, описаны. А вообще, как вам понравилось работать в жанре именно мистического, вот эффектива мистического пиллера? Понравилось. Будете еще пробовать также писать о каких-то артефактах, о древности, о пересечении времен? Ну, пересечение времен тоже чистая фантастика. Хотя я пишу фантастику, в последнее время стал ее публиковать, я начинал когда-то с фантастики, я писал фантастику, фантастические рассказы в былые времена. Потом по конъюнктуре экономической, собственно, по бытовой конъюнктуре считалось, что фантастика, она менее раскупаема, менее футболиста. А потом опять вернулись к тому, что и фантастика хорошо раскупается. И вот отдаленные последствия, и охота на охотника, это чистая фантастика. И сейчас я пишу логику выбора. Это был, когда-то нашумевший, известный рассказ. В 1984 году его опубликовали знания и сила. Войнонахи фантастика перевелись на чешский и французский языки. Но он лежал, и синоксис его, по которому я его собирался развернуть храм, он тоже лежал без движения. И вот сейчас время подошло, обстановка вроде бы способствует. Вот сейчас я и в возле, все будет нормально, до конца года закончу. Спасибо. Друзья, если есть вопросы, то можно их задавать. Если есть вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте их, что вас интересует. У меня такой вопрос. «Антикиллер», одна из ваших самых интересных книг, организирована. И многие другие ваши романы также организированы. Есть организации сериала и фильмы. А если сейчас готовятся какие-то новые сериалы или фильмы, расскажите, пожалуйста, о том, над чем идет работа. И, возможно, вы для креста из них писали сами сценарий, сами принимали участие в работе над кино. «Атомный поезд» снимается, «Татуированная кожа» снимается. Отснят за месяц «Рок-н-ролл под Кремлем» по трем книгам. Четыре серии, где я сыграл даже одну эпизодическую роль. И в Азербайджане готовятся съемки фильмов про Гейдара Алиева, который неожиданно оказался соавтором сценария, поскольку он рассказывает этот фильм о работе Алиева не как руководить по республике, а как сотрудников НКВД КГБ Азербайджана. Как вам в роли актеров? Какой это опыт? В роли актеров, надо сказать, что это трудное дело, трудное дело, потому что много дублей, много актеров, условия там были вообще конвейерные, потому что я приехал, а там актеры сидят и ждут. Вот один эпизод отсняли, следующих вызывают на площадку, снимают их. 30, 40, 50 дублей. И от три небольших эпизода, где-то 40 дублей это было. снято, потому что снимают общие планы, дубли, наблюдают общие планы. Потом снимают крупные планы, дубли. Потом снимают каждого крупным плана. А все повторяют свои тексты. И в результате это получается очень большое. по времени, вот я снимался 4 часа с лишним. Хотя три небольших эпизода. Спасибо. Если есть вопросы, то пара вас спрашивается. Я есть вопросы. Доброе утро. Господин Корецкий, я читал много ваших книг. Я Владимир Судович, донорист Играев. Я Играев. Я хочу задать вам один вопрос. У вас есть, я очень много читал ваше произведение. И есть у вас сейчас здесь серия клик о боевых пластах. Генерал Дерлин. О боевых пластах? Да. А что это за серия клик? Вы меня с кем-то спутали. Вы Даниил Корецкий? Я Даниил Корецкий. У вас много книг о боевых пластах. Как называется она? Вы знаете, сейчас я уже, в силу того, что прошло много лет, генерал Дерлин. Основная операция, акции прикрытия. Ну там же не о боевых пластах. Там боевые пласты фигурируют, фигурируют на ряду со всеми другими. Но это не о боевых пластах. Нет, там упоминаются боевые пласты. И все там... Ну вы хорошо, извините. Это Убушков. Да, это Убушков. Последний антикиллер, интересно, закончится. Когда продолжение уже будет? Ну, пятый антикиллер уже начат. Ну, сейчас я начинаю вещи, бросаю, пишут другие, потом к этим возвращаюсь. Ну, наверное, за него я возьму, вот сейчас закончу, вот эту фантастическую вещь, я возьму и за пятый антикиллер. Экранизация еще была антикиллера? Ну, ко мне никто не обращался. Если те же будут, которые снимали, то вряд ли будет экранизация, потому что уже последняя экранизация, она ничего общего не имеет с книгой. Спасибо. Если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте их. Если спрашивайте, что вас интересует у Данила Корецкого. Пожалуйста, у вас есть вопросы. Добрый день. Добрый день. Ну, оперативный псевдоним, он вряд ли фантастикой его можно назвать. Там предположение только о том, что возможно зомбирование, стирание памяти. Оно, в принципе, и возможно, но, наверное, не в тех размерах и не так это все легко, как у меня там описано. Раз зомбировали, зазомбировали, человеческий мозг, наверное, таких процедур не выделит, чтобы в большей стороны. А фантастика, это я вам назвал, это иракская сага или отдаленные последствия. Это охота на охотника, это чистая фантастика, две вещи. Они, кстати, хорошо, в общем-то, встречены читателями, достаточно успешно продавались. Поэтому это показывает, что есть смысл, и фантастика, она востребована, тоже есть смысл ее писать. А что вот взято из реальной жизни? Что из реальной жизни? А что из реальной жизни? Ну, из реальной жизни, в принципе, берется все, кроме основного действия. Там реальные взаимоотношения, реальные, зачастую бывают реальные люди под ними, но они совершают те действия, которых в реальной жизни не совершают. Скажем, антикиллер, Лис, был прототип у него, капитан Коренев, капитан Рублев, Коренев это уже герой. Но он никогда не сидел в тюрьме, он, в общем-то, многие его поступки описаны и приписаны герою, а много вымышленных. То есть там переплетаются и вымыселы в реальную вещь. Спасибо. Если еще вопросы, пожалуйста, подавайте. И, если меня у кого-то вопрос, вы говорите, а вы сами читаете фантастику? Любите ли фантастику? Читайте, что любите читать сейчас? Ну, здесь надо, когда-то давно один начинающий драматор сказал, что искусство делится на две категории. Для тех, кто его потребляет, и для тех, кто его производит. Если читать, то когда писать? Значит, надо выбирать, читать или писать. Поэтому читаю сейчас достаточно редко, когда, скажем, есть возможность, хотя я люблю читать, есть возможность отключиться от того, что сам пишешь, что что-то прочесть. Но читаю крайне редко. Или когда кто-то просит, вот просят часто прочесть рукописи. Вот я читаю. Просят издателей иногда, давно уже этого не было прочесть, какого-то автора дать свою оценку. Или интересно прочесть то, что все читают и твали-то, все. Хейли, Хейли, это что? Ну, надо прочесть Хейли. Или Робский там написал, что в Союзе подойдет сумасшедшая вещь. Но надо прочесть тоже. И так далее. С вами есть еще один вопрос. Профессу Жангера Грандзе как написал? Даже ничего не читал, не могу судить. Есть еще вопросы. Это отношение для такой образозности. А вот когда работают на этой книге, пришлось ли читать какие-то исторические книги, может быть материалы как раз вот об эпохе, в которых происходит действие. Понятно, что в современности, я думаю, на оперативной работе можете писать для собственного опыта, а в исторических данных приходится, наверное, принимать какие-то архивы. Ну, во-первых, я перечитал Евангелие все, причем по нескольку разу, по нескольку разу. Ну, Библию я многократно начинал читать. Я прочитывал примерно три четверти, но до конца ни разу не прочитал. Это очень сложная книга, может быть, ее надо и в других условиях читать, когда от всего отрешаешься и тут же этим занимаешься. И, конечно же, детали быта, детали жизни, что носили, что ели, что одевали. Ну, сейчас это проще, потому что в интернете, в принципе, все это есть, все можно найти. Дима, я еще один вопрос. Дмитрий, здесь такой вопрос. А вот в сериале вы про Тенрову под принял у вас, вот там дидерская тема взята. Это вы брали оттуда материалы? Это байки дидерские? Ну, материалы какие? Байки, я зашел, когда начинал эту тему изучать, зашел, есть сайт Московского диетского клуба, где терминология их. Ну, я терминологию в первых книгах использовал, а потом ее уже забыл, и потом уже писал без диетской терминологии. А там, извините, а там есть какая-то роль оттуда правды? Туда правды, или просто больше вымыслов? Ну, просто интересно. Нет, там, конечно, чистые вымыслы. Ну, и все вымыслы? Конечно. Потому что говорили очень много, и там непонятно, и сами дидеры рассказывали, а там и больше вымыслов, конечно, да? Там вымысл, да, там вымысл. А и вот по среднему, на какой-то штурме, по-моему, вот когда там стояла охрана, там начинались, вы тоже вымыслы были? Ну, все вымыслы, потому что я под землей никогда не был, да. А в городе там, где-то на какой-то стиле. Нет, когда его освобождается. Там начинается умер, как улез, когда стоят солдаты, охраняют, говорят, а объекты, осуществляют, это было на самом деле? Нет, да. Давай, давай, давай. подземные нет но конечно него на глубине 200 метров там целый город и там солдат который 70 лет можно но и было но я об этом не знаю эвакуатор ну это чистый заходишь в телефонную будку и пускай спасибо мне это приятно что это принимают за реалии да такие вещи бывают потому что ко мне один раз подошел мой слушатель официальный милиции и говорит вы знаете я служил в той части спецназа групп который у вас описано только говорит вы описываете что там установки ракетный шахтного базирования для отрабатывания захвата а у нас были установки не шахтного мобильного базирования это вымысел все как вымысел выше писали городок точно нравы быть там песню ну спасибо но в этом вы состоит за я рад что она достигает я вам даже больше того стоит мне известен случай когда человек подошел ко мне подполковник милиции и сказал что оперативная комбинация описанная вами в антикиде для 2 использована нами в реальной жизни мы это тоже было приятно спасибо большое если еще вопросы это не варкаде ничего тогда вас его повторим и придем к опросу сессии ваши аплодисменты нашему автору и спасибо ,пасиб очень считайте моих книг и артифакт и перстень иуды недавно находившую у данила карецкого прямо сейчас на первом уровне в зале 8 мы начинаем автограф сессию приходите не область свой шанс получить автограф известнейшего и пулятнейшего российского писателя данила карецкого прямо сейчас мы начинаем автограф сессию на первом уровне в зале номер 8 дилан обратите внимание что прямо сейчас на нашем изanners на газиме в восьмом зале на первом уровне проходит автограф сессия Данила Харецкого, который представил сегодня свой новый роман «Музейный артефакт». Прямо сейчас новинку можно тут писать. У Данила Харьевича приходите подписывать эту книгу. Интересный шибистический триллер от автора «Антикиллера». Данила Харецкий у нас в гостях. Прямо сейчас он проводит свою автограф-сессию. Ждем вас в зале номер восемь. Субтитры создавал DimaTorzok